Добрый день, я Олег Двуреченский, это Красная Жара. Сегодня мы будем говорить о том, как пролетариат в виде ли партий, либо интернет-сидельцев, диванных войск, профсоюзных активистов или блогеров должен все-таки завоевать власть в этой стране и во всем мире. И первое слово дается Михаил Васильевичу Попову, нашему гостю, который будет оппонировать Марку Анатольевичу Соркину. Михаил Васильевич. Я думаю, что прежде всего рабочий класс должен политически вооружиться. А что значит политически вооружиться? То есть он должен, а, создать свою политическую партию, Б, он должен организовать профсоюзы, которые бы так или иначе взаимодействовали с политической партией, и В, он должен тогда осуществлять все формы классовой борьбы. Их всего можно назвать четыре. Это теоретическая борьба, которая при этом входит в идеологическую борьбу. Идеологическая борьба в более широком смысле, которая включает в себя и пропаганду, и агитацию. Затем это экономическая борьба рабочего класса. И вот все эти формы позволяют двигаться в том направлении, которое у рабочего класса есть. А направление у него одно. Он занимается политикой, а политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. При этом надо понять, что здесь, во-первых, есть ступени, которые рабочий класс должен пройти, без которых он эту политическую задачу не решит. Если он никакой работы в профсоюзе, так сказать, не ведет, если он не организовался даже в профсоюз, а профсоюз – самая низкая форма организации рабочего класса – это школа коммунизма. Здесь упор на школу. Коммунизма, потому что он за общие интересы борется в профсоюзе, за повышение зарплаты, за улучшение условий труда. Но если он даже эту школу не проходит, если он не может создать профсоюзную организацию, а у нас в таком положении сейчас находится значительная часть рабочего класса, то, естественно, он более высоким формам не может перейти. При этом надо понимать, что условия нынешние очень усложнились. А именно, есть профсоюзы, которые по существу подчинены «Единой России», как приводному ременю от партии «Единой России» к массам. С другой стороны, профсоюзы, которые подчинены «Справедливой России», и профсоюзы, которые бы были, собственно, пролетарскими в этом смысле, и выражали бы и осуществляли бы связь с партией рабочего класса, их, можно сказать, можно пересчитать по пальцам или вообще пока не насчитать. Поэтому у нас ситуация вот такого рода, что очень трудная задача стоит по организации профсоюзов. Второе – партия. Партия рабочего класса у нас находится в становлении в России. Это что значит? Ну, то, что относится к становлению. С одной стороны, вот, идет рост рядов. Я вот могу сказать, что в рабочую партию России вступает все больше и больше граждан, трудящихся, все больше и больше рабочих. С другой стороны, в рабочей партии России большинство нерабочих. Вот, и эту проблему мы вот решаем таким образом, чтобы все-таки рабочие были хозяевами. Поэтому у нас при голосовании обеспечено большинство рабочих. Если вот, скажем, на собрании присутствует, неважно, какое количество рабочих, нерабочих, голосуют рабочие, и вот меньшее число, чем рабочих, те, кто там есть. Ну, вот, таким образом, задача такая – организовать забастовочную борьбу. Забастовочная борьба рождает соответствующие органы, статичный комитет. Эти органы создают советы, а советы могут взять власть и установить советскую власть. Вот задача. Понятно. Марк Анатольевич. Ну, вы знаете, я когда слушал Михаила Васильевича, я вспоминаю один очень интересный документ, который я читал в новости. Называется он «Кредо мадам Кусковой» об экономической борьбе и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что без основы в экономике политическая борьба вестись не может. Но на сегодняшний день мы имеем на разных предприятиях различные экономические условия. Поэтому нам надо сейчас выстраивать не профсоюз, который все время предают. Ну, политика тренинизма – это вещь нам известна. И напомним, что один из лидеров профсоюзов стал министром иностранных дел Великобритании и страшным врагом Советского Союза. Берем. Так вот, сегодня мы должны заниматься работой разъяснительной. Прежде всего. Причем не просто объяснением каких-то научных положений, а брать личную ситуацию у каждого человека и на базе ее отдавать ему понять, что его беды – это следствие того, что в нашей стране бужуазная система власти. И что именно против нее нам надо бороться. Что мы должны отобрать у буржуазии власть и собственность ее. И для этого мы должны создать снова систему пролетарской солидарности. Что это такое? На базе политических требований. Ведь экономические условия на разных предприятиях, они разные. Их невозможно совокупить в одном требовании. То есть во главу угла выходят уже требования политические, которые общие для всех рабочих. И вот здесь создание системы пролетарской солидарности, что это такое? Объясню. Это когда, ну, грубо говоря, на каком-нибудь Маршанском или Урюпинском заводе рабочие выдвигают политические требования. Трудящиеся, не рабочие. Выдвигают политические требования. И система пролетарской солидарности придает этому делу, во-первых, освещение, а во-вторых, организацию митингов, протеста, поддержки, различного рода выхода в людей в поддержку политических требований. Трудящиеся одного маленького-маленького завода. Можно такое уточнение? Что такое? Как строится система пролетарской солидарности? По форме опишите ее. Пожалуйста. Значит, выглядит это следующим образом. Как работает на сегодняшний день Союз коммунистов, который я имею честь представить. Значит, мы взяли во главу угла работу простую. Наши люди работают сначала со знакомыми людьми, объясняя им какие-то личные проблемы. После этого уже два человека, один объясняющий, второй, которым объяснили, начинают уже работать еще, уже с двумя человеками. И так растет, на наш взгляд, должен расти процесс понимания ситуации. После этого у нас есть определенные средства массовой информации. Мало того, что у нас есть информагентство ледоков. У нас организованы в 34 регионах листки и союзы коммунистов. Аккаунты. Которые являются, во-первых, отражением местных новостей. Вот местных новостей, не просто новостей, а тех методов эксплуатации людей и беспредела капиталистов и чиновников. На базе этого мы, как говорится, находим сторонников. То есть я правильно понял, что это в основном разъяснительная, пропагандистская и... Не сама по себе. Разъяснительная, пропагандистская на первом этапе. А дальше идет действие в поддержку политических требований. Мы должны в первую очередь убедить наемных работников, что без требований политических власти и буржуазии мы не создадим систему пролетации и солидарности и не приведем людей к всеобщей политической статье. Мысль предельно ясна. Так, время истекло. Но позвольте мне, я даю еще время, чтобы уточнить вашу позицию. Сколько за последнее время, на каких предприятиях вы знаете выдвижение политических требований? Я таких требований не знаю. Мы попробовали работать с МИАССКИМ заводом. Значит, и там произошла вещь. Вроде они приняли наше предложение о поддержке, но главу забастовочных комитетов администрация предприятия просто купила. Понятно. Итак, мы услышали позиции. Если я позволю все-таки себе в этой передаче их суммировать, Михаил Васильевич обрисовал во многом классическую схему то есть самой ленинской, до-ленинской, после-ленинской выстраиванию взаимодействия революционных, сознательно-революционных масс в виде партийных структур или других структур через профсоюзы, через самоорганизацию, через экономическую, как начальный этап борьбы, а потом уже выход на политическую и выстраивание авангарда пролетариата в виде той или иной коммунистической партии. И советов. И как следствие, когда уже борьба приходит на уровень органов власти, Марк Анатольевич формулирует по-другому немножко картину. То есть фактически сейчас этап очень наемного работника, то есть всей массы наемных работников, исходя из прошлых передач, настолько дисперсный, что приходится зачастую работать индивидуально. Задачи везде, на всех предприятиях разные. И если я правильно вас понял, основная фаза – это сейчас достучаться до голов, вести пропаганду, выстраивать низовую систему взаимосвязей и формулировать некую пролетарскую солидарность, которая основным упором делает политические лозунги и требования. Так как мы услышали эти две точки зрения, они, конечно, очень сильно разнятся. Я предлагаю товарищам сразу, не без обоснований, потому что обоснований особых и нет, потому что у нас и фактов для таких вот большой борьбы на сегодняшний день нет, то я предлагаю просто подискутировать. И не стесняться, как в тот раз я сказал, в высказываниях. Я не хочу стесняться высказывания, хочу сказать, что само понятие политические требования по отношению рабочего класса, по отношению к буржуазии – странная вещь. Но зачем, что может требовать рабочий класс от буржуазии? Рабочий класс не должен требовать ничего от буржуазии, он должен создать свою власть, другую. И пусть буржуазии, которым требуют, чтобы у неё не отбирали средства производства. Если люди ходят с политическими требованиями к правящему классу, они уже сдали свои позиции, а они уже вовсе не политики, они не ведут самостоятельной политической борьбы. Надо не требовать что-то от буржуазной власти, а надо установить свою власть. И надо сказать, что вот здесь очень сильно отличается позиция, так сказать, Ленина от той предыдущей позиции, которая была у Маркса и Энгельса. Маркса и Энгельса установили научно, раз навсегда, что старый государственный аппарат не может осуществить новые политические требования, не может служить другому классу. Поэтому надо его разбить, разгромить, уничтожить и так далее. А Ленин нашёл в Советах вот такую форму, когда мы, собственно говоря, создаём новый государственный аппарат, а тут, так сказать, из него забираем лучших людей и тем самым действительно уничтожаем старый государственный аппарат и создаём новый опыт советской власти. И это вот советскую власть дала наша революция. И я думаю, мы должны не просто отмечать, что было сто лет назад, а учиться как раз у этого способа получения власти. И эта вот тактика и стратегия, она непосредственно связана с организацией, и с разъяснением, и с идеологическими работами. Если говорить об идеологии, мы, скажем, тоже разъясняем. У нас есть Красный университет, который организовала Рабочая партия России, Фонд Рабочей Академии. В него, скажем, записано более чем 500 человек. И не только из России, но и из Украины, и из других республик нашего Отечества, Советского Союза бывшего, в том числе и из Перу, и из Франции, и из Германии, и из Финляндии. То есть мы ведём широкую пропаганду. Шесть лет уже мы выдаём, не только учим, но еженедельно у нас каждая, не просто мы поговорили, разъяснили, а мы все вопросы обсуждаем. А чтобы можно было разъяснять, мы вторую часть, второй час, после прочитанной лекции, даём ответы на вопросы, чтобы люди, которые к нам приходят в Красный университет, могли не когда-то ответить, когда мы доберёмся по плану наших занятий, а сразу ответить на те вопросы, которые сегодня задают. С другой стороны, у нас есть другой университет рабочих корреспондентов, который возглавляет Виктор Иванович Голко, который у нас функционирует еженедельно. Любой человек из города, абсолютно неважно, какому классу он принадлежит, может прийти на Очаковскую, дом 7, в четверг в 19 часа, послушать там доклад, задать вопросы, и после этого выступить, и послушать, что ответит ведущий, тот, кто сделал доклад. Так что эта форма не представляет никакой записи, она совершенно свободная, очень удобная, и поэтому мы не просто по соседям ходим и по знакомым, а мы сделали целую систему. Это два университета. Кроме того, у нас есть три газеты. Одна российская, «Народная правда», учреждённая в 1991 году. Другая, значит, «За рабочее дело», которая регулярно выходит. Есть ещё третья газета, большая тоже, «Правда труда». Кроме того, у нас есть несколько сайтов, фонда рабочей академии, фонд рабочей академии основной, московского отделения, северо-кавказского отделения, и в Уссурийске создаётся ещё один сайт, фонда рабочей академии. Есть сайт рабочей партии России, то есть мы очень широко работаем в интернете, у нас есть страница ВКонтакте, у нас есть канал, потом, надо сказать, что огромную помощь нам оказывает Красное ТВ, мы всегда знаем, что мы любой вопрос можем прийти, осветить, и Красное ТВ превосходит наши чисто партийные ресурсы по количеству участников, по количеству людей, которые их просматривают, поэтому я вот хочу воспользоваться и возможностью поблагодарить Красное ТВ, тем более, что оно... Ну, конечно, Владимира Пролина, как инициатора. Инициатора. Да, и создателя, и участника, почти основателя товарища Твореченского. Нет, ну... Марк Анатольевич, всё-таки я вижу, что у нас есть противоречия, а вы как-то все стали... На третью передачу вы как-то все... Размагнитились. Размагнитились. Да, да, да. Это меня вместо классовой борьбы, какой-то классовый мир. Я думал, что Михаил Васильевич искренне заблуждается. Оказалось ли? Да, оказалось нет. Я просто взял и вспомнил. Я уже говорил о кредо Мадаму Кусковой. Ну, зачем рабочему с политическими требованиями? Это же не то. Он что в этом понимает? Оттого не понимает, уважаемый Михаил Васильевич, что политические требования, прежде всего, школа борьбы, школа сплочения трудящихся в борьбе против буржуазии. Это не сдача позиций. Понимаете? Это как раз... Помолчи. Это школа политической борьбы. А вопрос можно к вам? Потом, когда я закончу. Я ведь терпел все это время. Так вот, что касается университета, замечательно. Но я вспоминаю чудесную работу Ленина. Что такое друзья народов и как они воюют против социал-демократов. И где говорится о пыльных домах из библиотеки и замызанных брошюрках в карманах рабочих. Извините меня. Так вот, я вижу ситуацию, при которой Михаил Васильевич говорит, вот вы приходите ко мне в университет, мы вас будем там учить, и может быть когда-нибудь вы дорастете. А я говорю, нет. Потому что расти политически может только в процессе политической борьбы. Расти идеологически можно только понимая суть процессов, когда ты ведешь политическую борьбу. Иначе никак. Невозможно научить плавать, не входя в реку. Это невозможно. Никому еще не удавалось на берегу научить человека плавать. И если трудящиеся не будут вести политическую борьбу, не научатся пролетарской солидарности, бессмысленно говорить о создании каких-то советов, которые будут созданы тогда, когда пролетариат захватит власть. Ведь советы, это структура диктатуры пролетариата, государственной власти в то время. До этого момента была только одна попытка создания советов в Иваново-Вознесенске. Вы помните ее судьбу? Чем это закончилось в 1905 году? Это закончилось вооруженным восстанием в Москве, а потом созданием советов во всех городах России. Я спрашиваю, чем это закончилось? Закончилось восстановление советской власти. Тем, что их порубили шашками. Не надо запугивать. Потому что их порубили шашками. Не надо обманывать людей, это нехорошо. Давайте не будем говорить об обманах или еще о чем-то. Это закончилось тем, что людей порубили шашками. Да. Можно, да? Вопрос. Значит, уважаемый Марк Анатольевич, у вас требования не политические совсем. И вообще эта борьба ваша совсем не политическая. Потому что политическую борьбу класс должен вести за свои интересы. А если я, как представитель рабочего класса, приходил к буржуазии с требованиями, я дурачок полный. Потому что только дураки могут требовать от буржуазии, чтобы она отдала власть. Надо не требовать отдачи власти у буржуазии, а строить свою власть. И как ее строить, вам показали рабочие. Вам показали, но вы не поняли. У нас в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в Петрограде советы были созданы. В 17-м году, весной? Да. Весной. Весной. После февральской эволюции. Не перебивайте меня, пожалуйста. И они просуществовали достаточно долго, когда этот процесс организации Советов дошел до такой точки, когда в Москве, в Петрограде, и в войсках Северного фронта оказались Советы большевистскими. Когда Петроградский гарнизон оказался большевистским, создались условия для того, чтобы установить власть Советов. И к тому времени, как раз, между прочим, состоялся второй съезд Советов, а был еще первый съезд Советов. А у вас, вы заметили, в 1905 год, а что происходило в 17-м году? А в 17-м году происходило то, что происходит с грибами. Они сначала идут как колоссовики поштучно, а потом идут пластовики, когда их масса была по всей стране. Не надо меня перебивать. Я вас не перебивал. Не надо перебивать. У меня требования политические. Не перебивайте меня. Хорошо. Да. И вот это надо видеть, потому что это и есть политическая борьба. А когда вы выходите с политическими требованиями к правительствам, это жалкие, лепят, холуев, буржуазии, которые приходят, не могут осознать свои интересы, приходят к правящему классу с требованием. Это детский сад в политике. И вот с этим детским садом не надо ни к соседям ходить, никуда, тем более в университете. Не надо такое преподавать. Позвольте ответить. Можно я маленькую ремарку? Я причем вам задам. Да что ж такое? Надо выдержка, все нормально. Вы не даете ответить. Я дам ответить. Дайте ответить, товарищ Сусор. Вы не даете ответить. Вы меня не слышите. Я вам сейчас дам ответить, только я задам маленький вопрос. Михаил Васильевич, вот у нас есть РКРП. Есть. КПРФ. Да. У нас есть масса левый фронт, крупные организации. У нас была масса профсоюзов, в том числе, связанных с теми самыми боевыми профсоюзами, союзом федерации профсоюзов, который не подпадал под продавшийся вот этот вот... Вот масса уже нет. И вот что? Почему все это в результате не работает? А потому что на самом деле партии рабочего класса еще нету. Она находится в становлении. РКРП занимается тем, что в рамках буржуазии, буржуазного строя вполне осуществимо. Она требует индексацию. И даже человека выставили на выбор, который успел написать письмо президенту, что давайте индексацию. Индексация это требование такое, чтобы никогда не улучшилась жизнь трудящихся. Что касается левого фронта, это вообще не партия рабочего класса. Это люди, которые являются врагами рабочего движения и маскируются под друзей. Это не левые люди. Левые за диктатуру пролетариата. Это враги диктатуру пролетариата. И Удальцов публично на телевидении сказал, да, я отказался от диктатуры пролетариата, все меняется, я меняюсь. Я это видел, я это наблюдал. Это отступники от марксизма, от ленинизма и нечего их считать левыми. Заклеймили. Задавайте вопросы и отвечайте. Так вот, это старый спор Владимира Ильича Ленина с экономистами. Абсолютно. И вот здесь Михаил Васильевич выражает позицию чистый экономист. Чисто. И позвольте мне сказать, что в этом случае вы выступаете как враг пролетариата. Позвольте мне вам это сказать. Так вот. Имеете право. Имею. Потому что это основывается на фактах. Здесь сейчас речь идет, вы правильно отметили, целая куча самых разных партий, которые используют в своем названии бренд коммунистический. Мы говорим о другом. Все эти партии, несмотря на их название, коммунистическими не являются. По одной простой причине. На деле провозглашая захват власти пролетариатом, они собираются встраиваться в буржуазную систему. Одни встроились, другие собираются это сделать. Под разными предлогами. Мы говорим о создании коммунистической партии снизу. На базе разъяснительной работы, на базе понимания основных положений марксизма ленизма, на базе изучения современной реальности. и разговор о том, что политические требования, требования это выпрашивание чего-то, извините меня, это совершенно полное непонимание сути самой политической борьбы. Нет, борьба о требовании это не одно и то же. Вот, в том-то и дело. Вот, в том-то и дело. Почему? Михаил Васильевич говорил именно о требованиях. А я говорю о другом, что требования это всего лишь, будем говорить, определенное высказывание. У кого вы требуете-то? От кого вы требуете-то? Вопрос заключается в чем? Чтобы люди поняли, вот эти снизу, что никакая просьба, никакие требования безразий бесполезны. Хорошо. Их надо через это провести. Они должны научиться совместно действовать. Они должны научиться совместно вырабатывать общее положение своего дела. Они должны научиться поддерживать людей, которые выступают вместе, где они не знают, тех людей, которых они даже не знают. И это и есть школа политической борьбы. Буржуазия никогда добровольно власти собственность не отдаст. Наивно было думать иначе. Но для того, чтобы научить людей, как бороться, ведь то, что говорил Михаил Васильевич о Советах, это произошло после свержения царизма. И произошло таким образом, что был период, когда Владимир Ильич потребовал снять лозунг «Вся власть Совета». Был такой период. А потом снова поставил. А потом снова поставил. Почему? Потому что название Совет это еще ничего не означает. И у Антонова в Тамбовщине были Советы Трудового Крестьянства. И Махно выступал за Советовскую власть без коммунистов. Мы говорим не о форме, мы говорим о содержании. А для того, чтобы наполнить ее содержание, люди должны вести политическую борьбу, в которой политические требования являются всего лишь частью этой борьбы. Ну, какие формы политические? А вопрос можно к вам? Да. Марк Антонович? Ну, вы мне прошлый раз попытались задать вопрос, вместо этого начали залогать свою позицию. Если вопрос, то это кратко. Я не дам. Кратко. Вот скажите, союз коммунистов, он выступает за диктатуру пролетарицы? Безусловно. Выступает. До какой период? Как до какой? До момента наступления коммунистического общества. Да как коммунистическое общество наступает, вы сказали, уже при социализме. Как построили? Ну, извините, я считаю... И заканчиваем, да? То есть, прихручивает... Подождите. Вы задали вопрос? Да. Дайте ответить. Отвечайте. Вот, спасибо, что разрешили. Пожалуйста. Поэтому, прошу вас помолчать. Давайте сохранить тактичную... Так вот, абсолютно прав Маркс. Ну, просит человек помолчать, что нормально просит. Абсолютно прав Маркс, когда говорил, что между капитализмом и научным социализмом в скобках коммунизмом лежит известный период революционной диктатуры пролетариата. И был абсолютно прав. И это актуально и сегодня. Поэтому диктатура пролетариата есть необходимые условия как борьбы пролетариата, так и построения социалистического государства. То, что у нас называют строительством социализма, было строительством социалистического государства. То есть, строили-то коммунизм на самом деле, осуществляя, может быть, неосознанно, три единую задачи. Воспитание нового человека, определение направления научно-технического прогресса. И на базе первых двух строительства материально-технической базы будущего коммунистического общества. А сегодня у нас задача стоит отобрать власть у буржуазии. Да, вот к этому моменту. И вот для того, чтобы отобрать власть в буржуазии, мы должны получить диктатуру пролетариата. Что такое диктатура пролетариата? Это власть. Это борьба, в первую очередь. Как говорил Ленин? Это борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная. Это немножко... Давайте так, секундочку. Можно мне ответить теперь? Я задам вопрос, так же, как я вам уточнился вопрос задавал. Вы употребляете... Мне кажется, есть путаница между понятием политической борьбы и то, как вы апеллируете к Михаилу Васильевичу, который говорит о требовании. Вы явно говорите о разных вещах, хотя политические требования в вашем понимании входят в понятие политической борьбы. Всего лишь часть. Всего лишь часть. Я задам вопрос. Какие компоненты политической борьбы вы видите, кроме как ходить по знакомым и снимать ролики и рассказывать о своей позиции? Понимаете, в чем дело? Вот здесь вы как раз то же самое, как и Михаил Васильевич, не понимаете. Абсолютно не понимаю. Ну вот, позвольте мне, я был бы очень признателен. Так вот, в чем суть этой работы? Невозможно человеку не осознавшему свое место в этом мире что-либо объяснить. Ну вот, например, будем говорить так, вот забастовка, допустим, докеров Ленинградского порта, грубо говоря. Они требуют, грубо говоря, повышения заработной платы с 30 до 35 тысяч рублей. И они просят солидарности у работников Рыбинского порта. Вот на Рыбинского доходящего. А там средняя зарплата 8 тысяч. Первая реакция любого, как говорится, разноемного работника озабоченного экономикой. Первый реакция зажрались. 30 тысяч им мало. А мы за 8. Как совместить эти два корольца требования? А вот если и те, и другие осознают, что требовать-то надо не увеличение зарплаты в первую очередь, а организации пролетариата как класса. поясните, от кого требовать организации пролетариата как класса? От наемных работников. Я еще раз подчеркиваю, вот здесь это диалектический вопрос. А кто от наемных работников это будет требовать? А вот здесь опять-таки роль людей, которые уже себя осознали. И такие люди есть. То есть, я правильно понял, тот, кого вы называете пролетариатом, то есть, это та часть наемного класса работников, которая себя осознала, она должна приходить к тем, которые не осознали и от них требовать. Да, разъясняю ситуацию. Я немножко поражен, но да ладно, да, пожалуйста. Я констатирую, что наш уважаемый оппонент, точно так же, как в свое время Никита Сергеевич Хрущев, считает, что диктатура пролетариата должна быть только на переходный период. И поэтому этот союз коммунистов не есть союз коммунистов, это союз тех людей, которые предали марксизм и полностью игнорируют ленинский этап марксизма. В Великом Почине совершенно однозначно говорится, что диктатура пролетариата это научное, латинское, историко-философское выражение, означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные и рабочие, а не вообще наемные работники, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых, вот руководить ими можно и нужно, во всей борьбе за полное уничтожение классов. А для полного уничтожения классов надо уничтожить различия между городом и деревней и между людьми физического, людьми умственного труда. Это дело очень долгое. И диктатура пролетариата, согласно этой работе, и в других работах, об этом говорится, нужна на весь период до полного уничтожения классов. Но если Хрущев уничтожил это на определенном этапе строительства социализма, то вы заранее, хрущевцы, которые хотят уничтожить это, как только перешли к социализму, как только его построили, сразу начинают его разрушать. Так как первое слово было дано Михаилу Васильевичу, последнее ответное слово будет Марк Анатольевич, и вопросы, и комментарии, а потом буквально минуту... Так вот, еще раз говорю, самый удобный способ спора, это ярлыки вешать. Не понимая диалекти, я еще раз повторяю, я удивляюсь, я удивляюсь, что профессор философии не понимает диалекти. Ну, темные люди. Ну, а что сделать? Да, действительно. А что делать? Вот. Приходилось мне читать некоторые докторские диссертации, где соискательные... Вы отходите от темы, времени буквально 2-3 минуты, пожалуйста, Вы говорите о строительстве социализма, а я говорю, что социализм не строится. Не строится переходный период, строится коммунизм. И вот действительно, когда наступает коммунизм, вот тогда классов не будет. Низшая фада? Нет, извините меня. Не является она низшей фазой. Ошибка эта. Да, именно так. Почему? Я отвечу на это. Марк Анатольевич, мы говорили, а как завоевать пролетариат или как пролетариат должен... Вас основной вопрос для меня, что сейчас делать с тем самым пролетариатом? А вы все время переходите. Я с пролетариатом. А с наемными работниками. Вот это да. Какая форма самой эффективной борьбы? Вы ее назвали? Да. Михаил Васильевич назвал свою позицию. Вы подискутировали. Основной итог, который вы подводите, вы переходите к общим фразам. Можно я задам уточняющий вопрос? Скажите, пожалуйста, тот же самый, что Михаил Васильевичу. Иосиф Васильевич Сталин как-то сказал, когда там дискутировали о некой точке зрения, он сказал, сколько у него дивизий. Это был главный... Нет, это не это по отношению к Папе Римскому, его ультиматуму по поводу обиды католических священников. Да, да, да. Так вот, я тоже хочу спросить. Вот нас смотрят люди, много кто там смотрит различных каналов, может, кто случайно попал. Они все зададут один и тот же вопрос. Очень хорошо тут многие люди говорили о диктатуре пролетариата, коммунизм, социализм, прочее. А вот где все это в современном мире? Потому что, как раз, может, 14-й год, война, патриотический угар, 1914-й год, я подчеркиваю. А на выборгской стороне баррикады перекрываются. И мы понимаем, Михаил Васильевич как бы объяснил, класс у нас деградировал. Ну, хорошо, у нас деградировал. В Америке деградировал, везде деградировал. Там как бы с экономическими требованиями только выходит. Никто, собственно, политические требования особые и политическую борьбу особую не ведет. И вот я задаю вопрос. Почему, как вы считаете, вот те формы, которых вы назвали, они должны быть эффективны? И какой у них прогноз по эффективности? Ну, то есть, грубо говоря, через 10 лет будет вот так. Понимаете, я не могу сказать, что будет через 10 лет. Вы помните дискуссию по Брестскому миру, когда некий Комков требовал Ленину указать, а сколько времени продлится передышка? Мне помнится, Владимир Ильич сказал очень грубо, но очень точно. О том, кто может задать какой вопрос, на который 10 мудрецов не могут ответить. Конечно, я не скажу вам времени, за которое это произойдет. Для меня абсолютно ясно, что, занимаясь вот той работой, разъясняя людям на базе их личных проблем, ведь люди рождаются и живут с неосознанным протестом. Они не понимают, почему они плохо живут. Они не понимают, почему они не могут получить достойное образование. Они понимают, почему у них нет жилья. Они не понимают, почему они не могут расти своих детей. И вот этот неосознанный протест надо перевести в русло классовой борьбы, объяснить людям, кто виноват в этом деле и что делать и что делать ну что с того чтобы с этим борол мы выслушали две точки зрения конечно мне я не нашел для себя то есть свой ответ у меня есть я не нашел согласие вот стопроцентно скажет . мне кажется они пересекались конечно михал сич не говорил только об экономизме экономической борьбе зря эти значит претензии ему делали марка на . конечно марка на точно не говорил только политических требованиях он говорил о политической борьбе к и школе политической борьбы конечно че только через экономическую первичную фазу борьбы рождается собственно политическая классовое сознание пролетариат становится классом в себе то есть для он становится учиться политической борьбе в этом смысле мне представляется много моментов которые вызывали несогласия это просто стилистика жанра они идеологическое противоречие но конечно же мы услышали две точки зрения и много людей очень много людей на сегодня могут выбрать одну из них меня только мучить только один вопрос я человек который привык заниматься высчитывать закономерности и делать некие прогнозы хотелось бы чтобы авторы которые сегодня выступали ну хоть немножко спрогнозировали эффективность своих действий на какое-то пролонгированное будущее я не говорю о том чтобы они отгадали результат будет или не будет а просто хотя бы спрогнозировали ну прогностика это такая вещь в науке вообще работает спасибо за внимание спасибо что вы пришли до свидания